Напомню, честное правило. Правило произведения. Если есть несколько объектов, то есть три, здесь четыре объекта, и вы каждый из одной стороны соединяете с каждым другим, то общее количество соединений, как получается? Произведение, да? Вот то, что я сейчас нарисовал, называется граф К3-4. Имеется в виду, что с этой стороны три точки, с этой стороны четыре точки. И у него ребер в точности 12 штук. Ну, разумеется, если взять другое количество, то это очень важно. Это применять можно в огромном количестве случаев. В общем, замечательная штука. Теперь, вот на этом занятии мы обсудим одну из очень, как ни странно, трудно дающихся школьникам задачи. Я ее условно называю «Задача об апельсинах». Сформулирую ее в следующем опыте. Сколько решений в натуральных числах? Сколько решений? Вот дальше идут варианты. Один вариант в целых неотрицательных, а другой вариант в целых положительных, то есть нейтральных. в целых положительных числах имеют равнение. Я теперь уравнение напишу. Здесь n и d даны. Это некоторые числа. Представьте себе, что у нас есть, ну, например, три человека. Аня, Боря, Витя. А, Б, В. И они увидели корзину с апельсинами. Апельсины все абсолютно одинаковые. Никаких там порченных, слишком маленьких, слишком больших. Нет, все абсолютно одинаковые. Одинаково вкусные апельсины. И апельсинов, например, шесть штук. Они решили поделить их между собой. Ну, конечно, есть способ по-честному. Два плюс два плюс два. А вот представьте себе, что необязательно. Что можно, например, три плюс... Ну, что там? Один плюс два. Плюс два плюс один, да? А еще что? Один плюс два плюс три. Ну, это перестановка. Когда мы это написали... Да. Что это? Один плюс один плюс четыре. Да, совершенно верно. Четыре плюс один плюс один. Пять плюс один плюс один. Нет. Вот это... Давайте так. Сейчас мы решаем задачу, когда каждому что-то должно достаться. То есть, мы заснимем Б. В положительных числах. Скажите, пожалуйста, в положительных числах еще решение есть? Да. Два два два, или три два один, или четыре один один. Нет. Который перестановка. Правильно. Теперь давайте разберемся с перестановкой. Если вы будете переставлять вот это, что-нибудь изменится? Нет. Нет. Значит, сколько не переставляете, всего один вариант. Если это будете переставлять, конечно, шесть. А если вы это будете переставлять? Три. Потому что четвертую можно поставить на любое место. Три. И сколько же всего получается вариантов? Десять. Десять. Значит, когда у нас три человека, понимаем, вот очень важно, люди считаются разными. Апельсины одинаковые, люди разные. Понятно, да? Когда у нас три человека и шесть апельсинов, и каждый должен хотя бы один апельсин получить, мы сейчас нашли ответ десять. Но заметьте, пожалуйста, мы бы искали довольно мучительный вопрос. Что? А я не понимаю, вообще, понятно, между неотрицательными или подождением? Огромная разница. В одном случае, можно человеку дать ноль апельсинов, а в другом нет? Вот здесь мы выписали все варианты, когда каждый хоть что-то получил. Неотрицательные такие, у которых нету минуса. Неотрицательные это числа, которые больше или равны нулям. Положительные это те, которые больше. Так вот, господа, давайте подумаем, какая формула для произвольных чисел Д и Н. Замечательным образом эту форму легко вписать. И еще более замечательным образом, в огромном количестве комбинаторных задач, собственно, эта формула возникает. Давайте сначала вот что, сначала одного ставим. Скажите, пожалуйста, какой ответ в случае, если человек всего один? Один единственный вариант, да? В любом случае. То есть, если н равно единице, то ответ один, так? Хорошо. если н равняется двум, два человека, и при этом каждому хотя бы один апельсин должен достаться, сколько тогда вариантов, если всего апельсинов Д штука? Нет, не три, Д штука апельсин. Не шесть, Д. У вас есть несколько апельсинов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять апельсинов, два человека. Сколькими способами можно этим людям раздать апельсины? Вариант один плюс восемь. А, восемь. 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 Почему? Потому что у нас я целый тоже не получился. Потому что первому человеку мы даем любое количество народа восьми. Дай минус один. Д минус один. Восемь. 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 А что делать, если три человека? И возникает проблема. Потому что когда три человека, то вот видите, варианты разные, еще и перестановки по-разному бывают. Д минус два на Д минус один. Почти верно. Вот чуть-чуть вы ошиблись. Я бы правильно сказали. Д минус один умножить на Д минус два и дальше еще. А, поделить на два. Делить на два. Поделить на два. Молодец. А почему? Потому что у нас повторяется половина вариантов, но повторяется. осталось объяснить народу, почему такой ответ. Давайте я его запишу. Значит, когда Н равно трём, это уже нетривиальный случай. Согласитесь, что это было очевидно, да? Один человек, непонятно, что все апельсины ему. Два человека, ну понятно, что от одного до Д минус одного апельсина, все понятно. Для трех ответ уже нетривиальный. Ответ Д минус один умножить на Д минус два и разделить на два. Надо понять, почему. Подсказка, ребята. Вообще-то это число сочетаний из Д минус один под два. Из Д минус один под два. Почему? И что здесь надо выбирать? Далее. Возможно, потому что если мы из Д минус один выберем два числа, то если мы из Д минус один выберем уже два каких-то числа, то третий будет очевидный. Только не два числа. А. Ребята, когда вы имеете несколько апельсинов, ну вот, например, сколько-то апельсинов в ряд, и вы хотите их раздать троим людям, то на самом деле нужно сделать вот что. Нужно где-то поставить какой-то знак, чтобы эти апельсины идут первым, потом отсчитать один или больше, поставить знак, вот эти пойдут второму, а эти третьему. Понятно или нет? Да. Нет. Непонятно? Непонятно. Давайте я это еще раз объясню. Представьте себе, что вместо апельсина я пишу в единички. Так, я не буду писать слишком много, я напишу в шесть единиц, как в нашем примере. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Два года разобься. Могу, отлично. А теперь вопрос. Как разбить число шесть в сумму трех натуральных слагаемых? Одинаковых или нет? Нет. Нет не одинаковых. Есть варианты. Есть такой вариант. Один плюс один плюс четыре. Смотрите, что это такое. это вот этот плюсик, это вот этот плюсик. Согласны? Хорошо. Назовите мне какой-нибудь другой способ. Я не хочу выписывать все десять. Какой-нибудь еще один способ. Пожалуйста. Один, два, три. Один, два, три. Отлично. Один это вот этот плюсик. Дальше двойку берем. Дальше это вот этот. Дальше двойка. И дальше три. Поймите, вот они вот есть эти апельсины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мы в произвольном месте ставим перегородку какую-нибудь. Вот он, один апельсин, отщелканный. Потом в произвольном месте здесь. Вот он, один, три, два. А могли? Один, четыре, один. А могли? Один, два, три. Понимаете? Перегородок, заметьте, пожалуйста, две. Потому что, если на троих, то все, что левее, получает первый, все, что нежно, получает второй, а все, что правее, получает третий. Согласны? Да. Это самая задача прогрессивная. Давайте я запишу ответ в задачу прогрессивная. Число сочетаний из D-1 по N-1. Я, честно говоря, буду еще долго объяснять, а на самом деле мы с вами решим еще десяток задач на эту тему в разные моменты времени, и каждый раз вы будете удивляться, ух ты, а оказывается, это было так просто, это была та самая задача про апельсины. Итак, слушайте мои вопросы. Если у нас есть N человека и D апельсинов, выложенных в ряд, то для того, чтобы раздать D апельсины людям, и так, чтобы каждый получил хотя бы по одному апельсину, фактически нужно указать N-1, нужно показать N-1 переборку. Правильно? Между N людьми N-1 промежуток, то есть в ряд стоят люди. Значит, нужно выбрать N-1 переборку, это было 3 человек, значит, 2. таких палочек, если было бы 5 человек, то таких вот палочек было бы 4. Вопрос, а откуда мы их выбираем? Мы их выбираем из промежутков между апельсинами. А сколько промежутков между апельсинами? D-1. Значит, надо выбирать из D-1 N-1. Правильно? Ну, чему равно это число, это сейчас не так важно, но важно, что ответ так записывается. Понятнее не скажешь, потому что вот мы свели задачу к числу сочетаний. Число сочетаний из N-1 по D-1. Сейчас смотрим на условия задачи сочетаний. Там был другой пункт еще. Мы только что решили задачу B. Получили ответ. Число сочетаний из D-1 по N-1. А там был другой пункт. Когда можно было кому-то апельсины не дать. То есть целые и отрицательные числа. Ноль апельсинов можно давать в пункте A. Да. N-1 по... вернее... Нет. Подождите немножко. Давайте я вам сначала объясню. Давайте я еще два слова скажу. Вот. Проверил наш ответ, который мы только что получили. Для случая D равно 6, N равно 3. Число сочетаний из 6-1 по... Чему там? 3-1. По 3-1. Это человеческий что? Из 5 по 2. Помните, если есть 5 объектов, пару из них сколькими способами можно выбрать? 5 фа. Ну-ну-ну-ну, как еще 5 фа. Ну-ну-ну-ну. 2 объекта из 5. 5 или 4. 5 по полам. Это количество сторон и диагонали в пятиугольниках. Получается. Сколько штук? 10. 10. Я на этой доске выписывал все варианты, их там было правда 10. Прежде чем переходить к общему обсуждению, давайте-ка мы вручную решим пункт А для тех же самых чисел 3 и 6. Пошли выписывать. 6... 6 апельсинов, 3 человека. 6, 0, 0. Я буду рискованически понять, что 5, 1, 0. 5, 0, 4, 2, 0. 4, 1, 1. Да. 4, 1, 1. Все, с четвертой больше не бывает. 3, 3, 0. 3, 2, 1. Стройки больше не бывает. Но еще бывает двойки. 2, 2, 2. Все. Заметьте, вариантов не так много. Согласны? Да, теперь еще перестановки. Сколькими способами можно что переставлять? 3, 3, здесь 6, здесь 6, 3, 3, 6, 1. 1. Сумочку равна. Вот это вот 10, это 17 и еще 9. 28. Получается ответ 28. Разумеется, для больших чисел это издевательство. Выписываются в такие варианты. Поэтому хотелось бы как-то посчитать подругой. И вот очень интересно, догадаетесь ли вы сейчас подсказка. Надо каким-то способом свести пункт А к пункту Б. Да. Я не могу как-то где-то сказать, но можно ли нам надо посчитать что мы хотим сделать? Скобочка наверху D, а внизу N внизу несколько звук. Неверно. Да. Надо посчитать скольких вариантов присутствует по этому Замечательно. А там проблема в том, что иногда 1,0, а иногда 2,0. это тяжело. Нет, то есть в принципе вообще-то вы правы. То есть я могу сказать так, что там либо 1,0, там надо учиться у кого он, да? Нет, это сложно будет высчитывать. Мы великолепно поняли ситуацию в Инте Б, когда каждый должен получить хотя бы один апельсин. Если мы возьмем те же самые апельсины, у нас будет какой-то апельсин. Да, да, то. И мы введем, вот там мы должны были ввести две апельсины, два апельсина. Да. То тут мы можем ввести два апельсина. Ввести еще апельсин. Можем выбрать из всех апельсин, которые у нас есть, какие-то определенные. Все проще. Все гораздо проще. Просто не ставить никакой палки. То есть мы можем перегородки иногда могут слипаться. Правильно? Что иногда нужно дать ноль апельсин. а есть способ перейти вот от этой задачи к этой очень несложно. Вот у нас есть уравнение х1 плюс х2 и дали плюс х2 и дали апельсин. Я его сейчас легко заменю на новое уравнение. Последние секунды остались, когда можно догадаться. Да, что это? Может быть, нужно добавить столько же апельсинов и решать для вас? Столько же это сколько? Н, конечно. Надо каждому человеку дать апельсину. Вот это нижнее уравнение перепишу так, что вы признаете, что на самом деле ничего не изменилось. А между тем, это и будет решением пункта, который нас сейчас интересует. Пункта А. Смотрите, что я здесь написал. Если нас интересуют целые неотрицательные числа, которые в сумме дадут число D. Давайте к каждому из них прибавим по единице. Тогда они станут натуральными числами, целыми положительными. Незадача сведется к задаче O D плюс N апельсинов. Могу объяснить, как это в терминах людей и апельсинов рассказывается. Вот представьте, у вас есть шесть апельсинов, и вы их должны разделить между тремя людьми. Но при этом можно кому-то вообще ничего не дать. Вы говорите так, пожалуйста, вот эти трое людей, приходите к раздаче апельсинов, каждый с одним своим апельсином. просто для поднятия авторитета нашей организации. Каждый человек приходит, держа руки один апельсин, кладет его в общую кучу, уже их сколько становится? 9 штук, то есть 9 штук, да? Если было 6, то 33, становится 9 штук. И после этого мы раздаем 9 апельсинов, следя за тем, что никто не получит 0. То есть каждый хоть что-то получит. Если человек получает один апельсин, то фактически он получил тот самый апельсин, который принес. Мы же говорили, что апельсин не различим. пришел с апельсином, ушел с апельсином. Это называется 0. А во всех остальных случаях ему дали больше. И получается, что нужно ставить перегородки, выбирая две перегородки из 8 мест. Поняли? Значит, какой ответ в пункте А? Из 8 6 плюс 3 это 9. А между 9. И так, какое ответ в пункте ? d плюс n минус 1. Число сочетаний из d плюс n минус 1 по n минус 1. 1. Во-первых, это, конечно, правильно. А вот сейчас я с вами чуть-чуть поиграю в понимание этого. Господа, смотрите. число сочетаний из d плюс n минус 1 по n минус 1. Такой ответ? Такой или не такой? Да. Такой. Я напоминаю, что вообще-то числа сочетаний обладают таким важным свойством. Для тех, кто не умеет, как это делается, расскажу когда вы выбираете k из n то у вас остается невыбранным n-k. Согласны? Да, или нет? Да. Но не выбрать n-k это то же самое, что выбрать вот эти k. Поэтому, конечно, это одно и то же. Например, число сочетаний из 5 по 3 проверьте. Это то же самое, что число сочетаний из 5 по 3. И там и там 10. Понятно? или объяснить? Вот это объяснить. Будьте добры, диктуйте мне вот есть 5 буквы A, B, C, D, E. Пожалуйста, диктуйте всевозможные пары. Что там бывает? А, B. Что бывает? А, C. А, C. А, D, A, E. А, D. Правильно? А, E. Еще. B, C. Правильно? B, D. Еще. B, E. C, D. C, D. C, E. D, E. Проверьте. Здесь 10 рядов? Да. А дальше еще простая вещь. я рядом с каждым из написанных текстов, с каждой парой рядом напишу дополнение. Вот здесь А, B написано, C, D, E не написано. А, C написано, B, D, E не написано. А, D написано, B, C, E. Понимаете идея? Да. Все дает полный. Вот здесь B, C, D. Здесь вот будет A, D, E. Здесь будет A, C, E. Здесь A, C, D. Ну, не знаю, ну, понятно. A, B, E, A, B, D. И здесь наконец A, B, C. Можете вы придумать мне тройку, которую я здесь не выписал? И в общем точно так будет. Ну, K и дополнение N плюс K. Заметьте, вот это число не меняется, а внизу из N не читается K. Отлично. Так значит это D плюс N минус 1 а что будет когда мы вычтем вот из этого D будет. А теперь хорошее упражнение. Объясните почему когда у нас всего D апельсинов и N человек то количество способов это число сочетаний из D плюс N минус 1 по D ? Еще раз. Д написал? Да. Почему ответ в задаче в пункте А равен числу сочетаний из D плюс N минус 1 по D? Да. Потому что D плюс N минус 1 минус N минус 1 это будет D. не по формуле я понимаю а по смыслу в комбинаторике всегда очень важно вы в некоторых случаях можете доказать это разница допустим посчитав что-то получив но всегда надо стараться не всегда это возможно но очень часто возможно надо стараться понять смысл почему это так на самом деле не понимаете итак у нас есть сколько апельсинов D штук у нас есть N человек и надо взять число сочетаний из D плюс N минус 1 по D представьте себе N равно 3 D равно 6 так что такое D плюс N минус 1 8 сколько 8 8 замечательно замечательно 8 сколько мы из них должны выбрать 6 6 отлично а давайте я их выберу 1 2 3 4 5 6 замечательно вот это выбранные апельсины а вы понимаете что невыбранные вот эти апельсины можно себе представлять как те самые разделители и получится первому человеку 0 штук второму 2 а третьему 4 невыбранные апельсины превращаем в палочки ну если честно я фактически догадайся вот этого перевел на этот язык так что по-настоящему ничего особо интересного не произошло но с другой стороны забавно что ответ можно записать и так и так по-настоящему